Приветствую всех и разобрал для вас поединок, а именно Дерек Льюис против Сергея Спилака. Что хочется отметить, я буду краток в этом разборе. Сергей Спилак сейчас находится на таком, можно сказать, конкретном подъеме. Очень уверенно он проводит свои поединки. Дерек Льюис, мне сейчас кажется, все-таки находится на спаде. В начале Тайту Иваса, скажем так, пробил Льюиса. Далее это Сергей Спилак. Да, как показало, что Спилак это действительно такой топовый боец. Реально топовый. Но несмотря на все это, я считаю, что коэффициенты абсолютно оправданы. 1.45, 1.5 на Сергея Спилака. Льюису, я не знаю, это очень нестабильный боец. И я думаю, что Спилак, находящийся в данных кондициях, на таком подъеме, должен без особых, на то видимых проблем, разберять теперешнего Дерека Льюиса. Вот что хочется отметить. Чистая победа Спилака, я думаю, заслуживает этого коэффициента, да. Вот как вариант. Далее, что... Ну, еще просматривается досрочка. Там нокаутом, техническим нокаутом. Там дисквалификация или отказ. Досрочка Спилака здесь смотрится, да. Вот что можно сказать. Можно просто рассмотреть нокаутом, тех нокаутом. Вот такой вот вариант. Вот. Сюрпризов прям, да. Многие скажут, что это тяжелый вес. Но в данном противостоянии я почему-то не ожидаю никаких сюрпризов. Один боец на подъеме, другой боец как бы уже все на спаде. И даже иногда задаешься вопросом, для чего Дерек Льюис уже выходит, наверное, на последние поединки. Ну, для меня, наверное, ответ очевиден. Это срубить кэш на конец карьеры, да. Ну, чтобы заработать, собственно говоря, что можно и сказать. Так, думаю, все предсказуемое, ожидаемо, должно завершаться в данном противостоянии. Победа Спилака с большей долей вероятности это досрочный. У меня на этом все.